1-2 раз еще раз про обучение живописи можно ли научиться писать как старые мастера ну вообще научиться можно всему можно и зайца научить курить просто нужно определиться что значит для вас слова я умею рисовать писать вы хотите создавать что-то для дома и души ну конечно что то модное до холст масла вы хотите почувствовать себя художником и создать наконец что-то осязаемые материальные или вы хотите чтобы у вас дома оказалась конкретная картина старого мастера та самая ну пусть не та самая картина но что-то очень на нее похоже это драгоценность шедевр с которым вас связывают что-то личное перед которым вы остановились у вас подкосились ноги когда вы его увидели в музее да такое бывает повторить такое сложно но возможно и так в начале обучения вы посещаете студию частные уроки соседа художника пойти его чаем обсуждаете с ним искусство читаете специальные книжки или смотрите мастер-классы в интернете или все сразу вы прошли первый этап и уже хотите результата вы уже пишите маслом на холсте вы знаете слова мастихин и вполне представляете куда повесить ваш очередной новоиспеченный оригинальный и совершенно авторский шедевр вы можете научиться не знаю перебирать аккорды на гитаре или готовить что-то похожее на блюдо из ресторана потом вы идете на концерт гитариста и говорите что ну я могу почти так же вы не удовлетворены вы скорее раздосадованы вы идете в ресторан и говорите что температура подачи блюда ну была не та я повторю это дома не хуже вы ревнуете вы идете в музей и говорите на старое искусство ой это старье на новое искусство ой да я рисую почти так же и тут можно закончить обучение считать это арт-терапии и на всякую критику говорить я художник я так вижу но если все же старые мастера кажутся недостижимой но желаемой планкой тогда наступает понимание того что виртуозами не становится за пять минут не в игре на гитаре не в кулинарии не в живописи дальше вы посвящаете этому много времени это уже не совсем хобби вы уже примерно представляете как это должно выглядеть ну все так же но чуть дольше чуть аккуратнее чуть больше наработок правильная кисть удобный муштабель разбавитель лак привычная палитра появляется уверенность понимание того что не боги горшки обжигают старайтесь радоваться воспринимать чужие удачи артистичное исполнение неожиданно вкусное блюдо волшебную живопись как высокую планку профессионализма не как вызов лично вам но как необходимую пищу для вдохновения а вдохновение в вашем случае это то состояние когда вы готовы работать созидать творить на пределе своих эмоциональных ресурсов когда вы концентрируете свои знания умение и опыт в каждом маске кисти возможно вы будете критично оценивать эту самую работу в будущем но вам не будет стыдно потому что в момент создания вы были искренне и эмоционально наполнены дальше ну конечно без результата скучно сольфеджио это необходимо но хочется уже сыграть что-нибудь и порадовать гостей книга рецептов с неведомыми ингредиентами это завораживает но уже хочется что-нибудь приготовить из того что есть в холодильнике старые мастера и тонкости тепло холодной палитры это цель не на пару дней а подарок друзьям в новую квартиру желательно писать за три недели поэтому до осязаемые результаты нужны и нужны с регулярной периодичностью важно просто выбрать обозримую цель это может быть копия старого мастера или авторская работа в первом случае там многие проблемы уже решены за вас и вы можете сконцентрироваться на исполнении вам должен быть понятен план работы последовательность действий это последовательность не должна быть как это хаотичный вы должны примерно представлять конкретный результат в случае с копированием приятная глазу вещь получится даже если вам удалось приблизиться к оригиналу ну не знаю процентов на 70 в случае с авторской работой надо трезво оценивать свои возможности сильные стороны если вы неплохо освоили определенную технику специфические приемы значит именно их и стоит использовать если есть проблемы с оригинальностью или композиции не стесняйтесь заимствование в живописной копилке богатого наследия прошлого или у современных креативщиков идеи можно почерпнуть в смежных областях у фотографов или дизайнеров почему обозримая не сложная вещь кто-то старается взяться за трудную сложную работу она дескать позволит большему научиться к сожалению это не так вы либо бросите все на полпути либо соорудите вещь с таким скрипом что будете неудовлетворены результатом и вообще процессом себя надо беречь двигаться последовательно набирая навык анализировать успехи и неудачи спрашивать совета у современных художников подсматривать ответы у старых мастеров в музее ну а результаты картины это то самое топливо которое будет помогать поступательному движению всего процесса ну вообще результат может быть достигнут при правильной мотивации ну то есть не знаю очень хочу эту картину видеть на своей стене и он может быть достигнут за обозримое время главное не распыляться а выстроить процесс обучения как ступени к результату отбрасывая лишнее по возможности облегчая себе жизнь до деля задачи на маленькие шаги овладеть навыками письма масляными красками возможно сосредоточиться на технике именно этого художника возможно написать копию его самого простого произведения какого-нибудь тюда возможно анализировать смотреть и думать ну и собственно все можно пробовать уже повторить ту самую картину этого самого старого мастера из музея которая была изначальной целью все возможно